Я думаю, что Фёдор — это самый жёсткий тип на всей планете. Он настоящий дикарь. Он — один из тех редких тяжеловесов, которые опасны во всех позициях. Фёдор Емельяненко по праву считается иконой смешанных единоборств. В своё время его боялись все, кто был хоть сколько приближён к этому виду спорта. Каждый бой последнего императора из раза в раз шокировал публику степенью силы и доминирования, которая от него исходила. Даже его прозвище «Последний император» говорит о том, что Фёдор был, есть и будет неповторимым на все времена. Ибо всё то, что он сотворил для своего времени, и все те соперники, которых Фёдор Емельяненко победил в доминирующей манере, будут навсегда увековечены в истории этого спорта. Друзья, сегодня мы поговорим о случаях, когда последний император, будучи на пике, разбивал чемпионов UFC. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, а также ставить лайк и оставлять комментарий из четырёх слов. Ну а мы начинаем. Погнали! Хоть турниры в этом году и закончились, в 2023-м нас ожидает настоящая жара. UFC 283, возвращение Фёдора, бой Махачева и Волкановский. Если вы хотите добавить остроты при просмотре, то обязательно переходите по ссылкам в комментарии, а не от Лиги Ставок, одного из лидеров национального рейтинга. Лига даёт до 10 тысяч новичкам, а старичкам возможность выиграть 145 миллионов вне зависимости от исхода. Пам! Это целое состояние! Все подробности по ссылке в закреплённом комментарии. В общем и целом, если делать выборы на бои, то только с лучшими. А это Лига Ставок. Антонио Родриго Нагейра Антонио Нагейра – представитель старой школы смешанных единоборств. Его бои всегда приковывали к себе внимание благодаря хорошей технике и стилю ведения боя. В далёком 2002 году бразильский Минотавр завоевал титул чемпиона Прайд в тяжёлом весе и шёл на отличном рекорде 19 к 1. Но яростное сопротивление в лице Фёдора Емельяненко настигло Нагейру в марте 2003 года. Тогда и сам Емельяненко уже был хорошо известен за свои отличные выступления. Но как он проявит себя в бою против чемпиона, да ещё и с хорошей игрой на земле, оставалось вопросом. Я думаю, он хороший и сильный боец. У него отличная стойка, он всегда занимает удобную позицию на земле. Но я тоже хорошо себя проявляю внизу, так что это будет очень многообещающий бой. Я считаю, что это один из самых сильных бойцов мира на данный момент. Очень хорошая техника. По итогу Антонио Нагерри было не суждено защитить пояс в бою с Фёдором, потому что россиянин с первого же раунда забрал контроль над поединком в свои руки. Наступление выдалось просто потрясающе. Емельяненко в мастерски уходил от всех попыток бразильца накинуть сабмишин или хотя бы просто удержать соперника. Фёдор всё отведённое время просто избивал Нагерри на земле. Так, бой продлился вплоть до последней секунды. Гонка к окончанию поединка встретил бойцов, лежащих в углублении. Вот так мир увидел нового чемпиона Брайт. После этого прошло два года. Антонио Нагерри одержал пять убедительных побед и намеревался встретиться с Емельяненко повторно. На самом деле он уже имел возможность подраться с Фёдором во второй раз, но тогда встреча была признана несостоявшейся из-за непреднамеренного столкновения бойцов головами. И вот в декабре 2004 года в финале гран-при Брайт FC в тяжёлом весе бразилец получил ещё одну возможность. Но кардинальных изменений в сравнении с прошлым боем к сожалению, нет. Фёдор Емельяненко вновь забрал доминирующую победу единогласным решением суммы, показав разницу в подготовке и квасе. Не оставив и сомнений насчёт того, кто проявил себя лучше и кто является лучшим бойцом организации. Спустя четыре года Антонио Нагерри проведёт ещё восемь боёв, в семи из которых одержит век. Наряду с этим он дебютирует в главном МММ промоушене и выиграет чемпионство UFC в тяжёлом весе благодаря победе над тимом Сильвией Гильотик в третьем раунде. Григо Минаторо Ногера Марк Коуман Марк Коуман является настоящим крёстным анцом Граунд-эн-паунда. Его манера ведения боя, техника, скорость и сила, с которой он избивал соперника, вселяли настоящий ужас в каждого, кто выходил с ним драться. Коуман выиграл чемпионство UFC в тяжёлом весе ещё в далёком 1997 году. После этого, дебютируя в Pride, который на тот момент стремительно набирал обороты, боец одержит верх на гран-при Pride FC 2000 года. Бой с последним императором состоялся в апреле 2004 года. Для Фёдора это был поединок абсолютно и бесспорно с кумиром детства. К тому моменту Емельяненко находился на самом высшем пике своих возможностей, на которые только был способен. И поэтому возможный исход боя был достаточно явным для большинства фанатов. В первом же раунде, несмотря на удобную позицию сверху, Коуман был пойман на рычаг локтя, что и стало причиной поражения Фёдору Емельяненко. Именно после этого боя появилось видео бэкстейджа с довольно бурной реакцией Коумана на поражение. Нееееет! Тупая херня, чёрт побери! Грёбаный бой! Спустя два года бойцы встретятся ещё раз. В попытке забрать реванш Марк Оуэн пройдёт Милко Вумо и Маурисио Руа. Но в долгожданном бою вновь попытается реализовать тот же геймплан для победы над Фёдором. Весь первый раунд он будет пытаться пройти в ноги россиянина и пропустит бесчисленное количество ударов. И вскоре снова будет пойман на рычаг локтя. Только теперь, уже во втором раунде. Я просто хочу, чтобы мой ребёнок обнял меня. Маккензи Морган, я люблю тебя. Папочка тебя любит. Со мной всё хорошо. Я в порядке, малышка. С папой всё хорошо. Я люблю вас, ребята. Я скоро к вам вернусь. Да, я очень уважаю Марка. Очень люблю его, мои друзья. Я смотрел его бои, когда ещё совсем не дрался, был юным парнем. Смотрел его бои с восхищением. Я очень восхищаюсь. Кевин Рэндлман. Настоящий сфер. Машина для убийств. Один из самых мощных бойцов своего времени. И член зала славы UFC. Кевин Рэндлман. Рэндлман является одним из самых сильных соперников Фёдора Емельяненко, несмотря на весьма быстрый исход поединка. Рэндлман взял чемпионство UFC в ноябре 1999 года и защитил его в июне 2000-го. Бой с последним императором состоялся 20 июня 2004 года, спустя два месяца после победы Фёдора над Марком Коуманом. То, что произошло в ту ночь, навсегда отпечаталось в истории и памяти фанатов. В ночь, когда Коуман проиграл Фёдору, Рэндлман совершил крупнейший апсет в том году, нокаутировав Мирко Крокопа хоком в первом раунде. Бой! 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 На отметке минута 33 бой был остановлен. Невероятно. Вот что произошло после боя в раздевалке. Что ты будешь делать? Может, пиво? Нет. Нет, ты не пьешь? Да пью просто не пиво. А, водка? Ну, типа. Никакой водки. Ну, знаешь, от пива толстеешь? Я бы хотел выпить с тобой водки. Тим Сильвия. Тим Сильвия — еще один представитель старой школы смешанных единоборств. Американский боец отличается особой жестокостью в клетке, за что получил прозвище «Маньяк». Сильвия одержал чемпионство UFC в апреле 2006 года. После этого последовали две успешные защиты титула в июле и в ноябре. На момент боя с Федором рекорд Тима составлял 24 победы при четырех поражениях. В рамках турнира «Аффликшн» состоялся первый бой обоих бойцов в этих стенах. Хочу поблагодарить «Ман Добал» и «Аффликшн», что дал мне возможность выступать самыми нитыми бойцами, самыми сильными бойцами мира. Большое спасибо вам, что вы популяризируете наш вид спорта. Мое уважение к тиму. Я думаю, что вам понравится ту школу, которая произойдет в 19 веке. Одно пожарное. Один из самых сильных бойцов в мире. Он входит в пятерку сильнейших уже давным-давно. Я думаю, что Федор отличный боец, великий человек и очень хороший спортсмен. Я занимался всю жизнь борьбой с самбо и дзюдо. Был в сборной России и там, и там. Но, к сожалению, не смог продолжать в этих видах, потому что все-таки в России сталкивался с необъективным усудействием. Я тоже сталкивался с плохим отношением, но нужно давать отпор. Поэтому, когда я устал от всего этого, направил всю агрессию, которая была со мной эти годы, в правильное русло. И теперь я хорош в том, что делаю. Публика встретила бойцов очень бурно. Все ожидали новый бой последнего императора с нетерпением. Тем более, его соперник действительно хорошо себя показывал до этого боя. Те же бои в UFC явно подтверждают эти слова. Поэтому было очень интересно, сможет ли Тим Сильвия что-либо противопоставить Федору Емельяненко, который, несмотря на весь вклад в профессиональный спорт, ни разу не дрался в лучшей организации мира. Вопреки всем ожиданиям, встреча закончилась ужасающе быстро. 36 секунд хватило Федору Емельяненко, чтобы одержать победу. С самого начала россиянин начал разбивать Сильвию, и нескольких быстрых и точных ударов потрясли его. Американец упал в нокдаун, и Емельяненко незамедлительно воспользовался этим. Он сразу же зашел за спину соперника и накинул удушающий прием. 36 секунд! Это что? Федор, Емельяненко и Экхо! Так, Федор победил еще одного чемпиона UFC, даже не выступая в этой организации. Все, что я могу сказать, это то, что я все еще знаю, что я лучший в мире. Да, я был потрясен тем, насколько хорош Федор. После боя я обдумывал свой геймплан. Но он хорошо попал по мне и засобнитил меня. Но ничего не поделать. Я все еще думаю, что он такой же человек. Я очень рад, очень счастлив. Большое вам спасибо за такой теплый прием. Я, конечно, сегодня был восторгливый, услышал такую реакцию. Андрей Орловский Андрей Орловский считается одним из лучших тяжеловесов в истории UFC и всего ММА. Даже сейчас он выступает достаточно хорошо и имеет текущую серию из четырех побед к ряду в организации. А на то время он вообще считался недосягаемым для большинства бойцов из крупных организаций. Он уничтожал всех и каждого и делал это уверенно. Не оставляя возможности для спекуляций и теорий насчет того, как он работает. Полноправным чемпионом в стенах главного ММА промоушена Орловский стал 12 августа 2005 года. После этого последовала еще успешная защита титула в октябре. Поединок с последним императором состоялся 24 января 2009 года на все том же месте Affliction. Сразу после боя с Тимом Сильвией Федор Емельяненко должен был драться с белорусским тяжеловесом. Благодарю вас за предоставленную возможность подраться с Федором 24 января. Я думаю, что сейчас это лучшее время для меня. Такого соперника я еще не встречал в своей карьере. Поединок начался очень активно и неожиданно. На протяжении трех минут первого раунда Орловский владел инициативой. Не даря превосходство в антропометре, белорусский боец отлично показывал себя в стойке на любой дистанции. В какой-то момент он зажал Федора в углу ринга и собирался влететь прямо в него ударом с колен. Однако был встречен правым ударом от Емельяненко, который сразу же выключил его свет. Публика вновь взорвалась от такого выступления. На отметке 3 минуты 14 секунд бой был остановлен ввиду глухого нокаута в исполнении Федора Емельяненко. Я не знаю, что сказать, но мне кажется, я сделал все возможное. В конце первого раунда я хотел сделать что-то неожиданное. Но поймал его правую. Кто знает, как бы все прошло, если бы не этот удар. Я чувствую себя немного расстроенным из-за этого. Я подвел своих тренеров, с которыми мы работаем уже много лет. Мы исследовали геймплану, но что тут сказать. Сегодня была его ночь, бесспорно. Даже если какие-то новые проходы нам не показать, то показать так. Я не знаю, что это замечательно. Фрэнк Мир Фрэнк Мир также является легендой этого вида спорта. Кому не обратись с вопросом, каждый знает, кто он такой. Более того, тебе еще перечислят пару-тройку особенно запомнившихся его выступлений. Еще на рассвете UFC Фрэнк успешно выступал в смешанных единоборствах и отлично показывал себя. Чего только стоит его противостояние с Броком Лесснером. Но пояс чемпиона Фрэнк Мир завоевывал еще в далеких 2004 и 2008 годах. А бой с последним императором состоялся только через 10 лет. Именно в 2018 году состоялся поединок с Федором и Фрэнком, хотя его ждали уже очень давно. И несмотря на то, что оба бойца находились на явном спаде, предвкушения от этого противостояния все равно были максимальными. Этот бой помог мне замотивировать себя должным образом, потому что я гораздо серьезнее стал относиться к своему питанию и всему остальному, что было со мной в прошлом. Знаешь, сидишь на диване и просматриваешь свои старые фото, на которых ты был толстый последние несколько лет. Это помогло мне. Я также дрался с молодыми парнями, которых никто даже не знает. Но никто из них не дал мне мотивации больше, чем Федор, который по праву считается легендой этого спорта. Ну, конечно, я очень рад. Очень рад, что мы встретимся с Фрэнком долго, долгие годы. Этого не удавалось, потому что мы выступали в разных промоушенах, но Фрэнк – один из лучших бойцов, один из великих бойцов. Я знаю, что многие наши фанаты, они очень ждут, наши любители ММА, они очень ждут, ждали долго этого боя. И спасибо Скотту Кокеру, что он организовал этот бой, что мы встретимся с Фрэнком. Он, я вижу, находится в замечательной форме. Думаю, тем интереснее будет бой. Ты сам знаешь, каково это – смотреть бои Федора. Когда он дерется, ты видишь это и как-то реагируешь. У нас с ними были одинаковые оппоненты – Андрей Орловский и Тим Сильвия. Когда он дрался с Тимом, я сидел на арене и тоже смотрел этот бой. Конечно, я всегда хотел иметь возможность подраться с ним, и я думаю, что у меня это очень хорошо получится сделать. Он не слишком большой парень. Да, он быстрый, поэтому я и пришел в хорошую физическую форму к этому бою. Потому что в плохой форме я был бы таким же, как он в плане скорости. Бэллатор 198 подарил нам возможность увидеть этот бой. Но снова все закончилось слишком быстро. Для Фрэнка Мира это был дебют в организации. Он хотел показать себя максимально хорошо. С первых же секунд он точно попал по голове Емельяненко и потряс его, но россиянин смог оправиться. Вскоре он поднялся, крепко схватил соперника и провел отличный бросок, а после разорвал дистанцию. Спустя некоторое время, в момент очередного размена, тяжелый апперкот от последнего императора встретил челюсть мира. Этого было с лихвой достаточно, чтобы срубить соперника. И символическое добивание завершило эту встречу на отметке в 48 секунд первого раунда. Отличное выступление от Федора Емельяненко. Ну, прошел не совсем так, как я планировал, потому что все-таки легкий удар пропустил. Но, в общем, все закончилось удачно. Куинтон Джексон Отличительной чертой Рэмпэйджа от прошлых соперников Федора является то, что он от природы больше подходит к полутяжелому дивизиону. И чемпионство UFC, которое он одержал, однажды также было добыто именно в полутяжелом весе. Отчего стоят остальные выступления и дикие зарубы этого бойца. Дитя! Я не так, я понесу. Он присыпал, он попал. Я решил. О, шокф! О, шокф! Рэмпэйджа для Рэдлэмэн. Рэдлэмэйд. Рэдлэмэйд. Рэдлэмэнэйт. Рэдлэмэйд. О, шокф! О, шокф! В сфу! О! Егор лево в нофинтон! Субтинец в центре Рэдлэмпэйджа. Редлэмпэйджа. В свое время Куинтон Джексон воспринимался всем бойцовским сообществом как новая звезда, и на это были веские основания. Он был отлично сложен, хорошо натренирован, харизматичен и, самое главное, интересен. Поэтому люди вставали рано утром, чтобы посмотреть на то, как он разбивает лица своих соперников в Прайде и UFC. Но тогда, видать, молодому Джексона было не суждено встретиться с Федором Емельяненко. Спустя много времени, очевидно пройдя собственный пик, Рэмпэйдж дебютировал в Беллатор. Но это была не единственная интересная новость, связанная с этим парнем. Как стало известно чуть позже, Куинтон решил сменить весовую категорию и попытаться сыскать удачу в тяжах. И вот в декабре 2019 года на Беллатор 237 этот долгожданный бой состоялся. Встреча должна была пройти в Японии на Сайтама Супер-Арене. Это место всегда было победным для Федора Емельяненко, и теперь он должен был подраться здесь уже в заключительный раз. После двух поражений и последней победы над Вандерлейм Сильвой Рэмпэйдж хотел подкрепить хорошее выступление еще одной победы над именитым соперником в лице Федора. Сам же Емельяненко к тому моменту успел после Фрэнка Мира провести еще два боя. В первом он одержал еще одну быструю победу нокаутом над Чейлом Соненом. А вот второй бой, к сожалению, заключился для последнего императора обидным поражением в финале гран-при в бою с Райаном Бейтером. Как вы понимаете, оба бойца были максимально настроены на победу. Раньше, конечно, он был поналоже и побыстрее, наверное. Сейчас, как и я, стал потяжелее. Возраст дает о себе знать. Ну и удар у него стал потяжелее. Несмотря на все споры и разные мнения, а также на то, что многие уже списали Федора со счетов, он снова выглядел потрясающе. Особенно в сравнении с оппонентом в лице Рэмпэйджа, который вышел на бой, мягко говоря, не в форме. Федор отлично начал этот бой, хорошо двигался и точно попадал. Даже на закате своей карьеры последний император показал достойно большую скорость, с которой Куинтон не смог совладать. После нескольких быстрых серий очередная тяжелая правая достигла своей цели, что стало началом конца. Упав на канвас, Джексон замахал руками, сигнализируя о том, что больше не желает продолжать этот бой. Первый раунд. Очередная победа нокаутом. И еще один боец, добавленный в список побежденных чемпионов UFC для Емельяненко. Удалось победить здесь. В Японии всегда побеждал, слава богу. И рад, что и японским фанам, и фанам во всем мире под Новый год удалось, скажем, порадовать, поднять настроение. Федор Емельяненко. Последний император. Тот самый человек, который в натуральном смысле слова поднял смешанные единоборства с колен и вывел их на новый уровень. На своем пике Федор побеждал каждого, кого ему давали в соперники, и это никогда не были легкие ребята. Все, с кем дрался Емельяненко, так или иначе, были прославлены благодаря своих выступлениям. Прискорбно, что в более молодые годы россиянин не смог договориться с UFC и таки провести бой мечты с Броком Лесснером. Но, как мы можем видеть, он и без этого является одним из лучших на все времена. А его выступления наглядно показывают, что даже без участия главной ММА-организации Емельяненко встретился с немалым количеством бывших ее чемпионов, и каждого из них он победил. Субтитры создавал DimaTorzok